Итак, друзья, всем привет! Сегодня 15 сентября 2020 года. Итак, друзья, сегодня поговорим, какие вообще работы нужно сделать сейчас в сентябре. Сегодня уже 15 сентября, но работы основные на пасеке нужно сейчас обязательно делать в сентябре. Это я говорю сейчас про свой регион, где я сейчас проживаю. Ну а какие работы, друзья, нужно произвести? Во-первых, нужно сейчас подготовить все пчелосемьи к зимовке, чтобы у наших семей были достатки корма, лишние рамочки из ульев убрать, чтобы пчела находилась на тех рамочках, которые она может обсиживать. Ну, лично я так сам делаю. Лишние рамочки, в принципе, в улье ни к чему. Эти лишние рамочки лучше подставить этим семям весной. Те рамочки, которые мы сейчас при сокращении наших гнезд убираем, маломедные рамочки, если много перговых рамочек, тоже убираем. Также не забываем пролечить наших пчел от клеща в варра. Это тоже делать сейчас будем в сентябре. Когда у нас весь основной расплод уже выйдет, обязательно нужно пролечить наших пчел. Кто, как, чем лечит пчел, какими средствами, это, друзья, дело каждого. Либо, опять же, полоски, либо проливаем эмульсией бипина. Кто, что лечит и кислотами свои пчелосемьи. Это, друзья, каждого. Ну, основные работы, это сейчас нужно сократить наши гнезда, семьи пролечить, и чтобы наши семьи пошли в зиму на хороших кормах, естественно. Если у кого-то кормов маловато в уле, опять же, это все делаем сейчас в сентябре. Дополняем нашим семьям корма. Кто-то дает сахарный сироп, а кто-то ставит им полномедные рамки. Это те рамки, в которых имеется мед, который, мед был собран в летний период, а не тот мед, который был собран в конце бедосбора, либо, когда уже взятка особого не было, у кого есть лесная зона рядом, где с ней пчелы пать. Эти рамочки с медом, конечно, не совсем хорошо оставлять в ульях. Вот такие работы нужно, друзья, и сделать. Так как наступит октябрь, пчелы соберутся в клуб, и уже все вот эти вот процедуры делать будет уже сложно. Гнездо разбирать это будет тоже сложно. Собирать рамки, как бы гнездо собирать пчел, тоже это будет немножко сложновато. Ну, в принципе, можно, но лучше это делать сейчас в сентябре. Собираем таким образом наши семьи в зиму. Во-первых, чтобы у них было в достатке кормов, чтобы им хватило не только на зимок, но и на весеннее, летнее развитие. Второе. Естественно, лечим от клеща вара. Это тоже необходимо. Ну, а третье. Если у кого-то маловато кормов, в семьях, естественно, даем еще партию какого-то сиропа, сделанного 1 к 1,5 или 1 к 2. Это все тоже нужно делать сейчас, успеть в сентябре, так как еще как бы в ульях имеется старая пчела. Она как бы поработает на расплоде, и в итоге зимовку не пойдет, она просто отойдет. Ее срок жизни как бы не такой и велик уже. Это летние пчелы. Ну, а августовская пчела, она уйдет у нас в зиму, которая будет и зимовать у нас в семьях. Ну, так, друзья, я вкратце и рассказал, какие действия нужно сделать сейчас в сентябре. Если кто-то не успел это сделать, то успевайте и делать, чтобы не произошло такого, что вам пришлось в течение зимы подкармливать своих пчел, там ткань не подкладывать, рамки сверху, либо еще что-то. Лучше сделать это сейчас. Ну, вот так, друзья, на этом свой видеоролик заканчиваю. Кто, друзья, не подписался на мой канал, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok